Когда-то на землях Кесарии Палестинской жил преподобный Мартиниан. Он с 18 лет поселился отшельником в пустыне, где прожил в подвигах и безмолвии 25 лет. И был он зато наделен дарами исцеления болезней. Но враг святых людей никак не оставлял отшельника и посылал ему всяческие искушения. Однажды женщина-блудница поспорила с развратными людьми, что соблазнить святого Мартиниана, о добродетельной жизни которого, знал весь город. И вот пришла блудница к Мартиниану в час ночной под видом странницы, просящей о ночлеге. Святой впустил ее к себе, а странница тотчас же принялась святого соблазнять. Тогда Мартиниан ушел из кельи, рожок костер, встал голыми ступнями на пылающие угли и молвил «Как же трудно мне терпеть сей временный огонь! Как буду ж я терпеть огонь тот вечный, который уготовил дьявол мне?» Блудница так поразилась поступку святого, что тут же раскаялась и упросила Мартиниана наставить ее на путь спасения. А Мартиниан, исцелившись от ожогов, покинул свою обитель и удалился на скалистый необитаемый остров, на котором прожил несколько лет без крыши над головой, питаясь лишь тем, что привозил иногда ему один корабельщик. Святой в обмен на пищу плел ему корзины. И вот однажды после сильной бури на остров к Мартиниану выбросила девицу, спасшуюся на обломке корабля. Святой сказал ей оставаться здесь, на острове, оставил пищу ей воду, предупредил о корабельщике, что снова пищу привезет, а сам, бросившись в море, поплыл, куда глаза глядят. На сушу его вынесли дельфины, и стал он странствовать по свету до тех пор, пока не осознал близости кончины. Когда зашел он в храм, растерся прямо на пол, призвал епископа к себе и спустил свой дух. Но хоть святой и был отшельник, сумел он повлиять на судьбы дев, приблизить Господу закрытые их души, и подвиг в том святого воистину велик. 26 февраля. День памяти преподобного Мартиниана.